И к другим темам. В стране вступили в силу новые поправки по выплате зарплаты. Отныне, в случае, если работодатель задержал зарплату, ему придется выплатить штраф. Поправки в Трудовой кодекс России весьма кстати, особенно для Дагестана, ведь сегодня в республике большие долги по заработной плате. Только с начала этого года работодатели задолжали почти 35 миллионов рублей. Общая же сумма задолженности составляет свыше 62 миллионов. Северина Шамхалова расскажет о тех, кто живет без зарплаты уже 9 месяцев. На территорию Сбербашского радиозавода его руководство нас не пустило. Как, впрочем, и отвечать на наши вопросы о причинах многомиллионных задолженностей по зарплате с нами говорить не захотели. Директор завода уехал в Москву, а его заместитель отказался комментировать ситуацию. Сотрудники радиозавода пришли к проходной только чтобы встретиться с нашей съемочной группой. Эти люди уже три недели не ходят на работу. Все потому, что завод задолжал своим работникам 18 миллионов рублей. Нам приходилось идти в банк и брать кредиты. Естественно, под проценты. Мы на сегодняшний день в долгах. Мы не можем оплатить ни счета детей. Ну, ничего практически. Телефонные счета даже иногда не можем оплатить. Зарплату работники завода не получают вот уже 9 месяцев. Для многих из них работа на предприятии. Это единственный источник заработка. Есть сотрудники, которые трудятся на заводе целыми семьями. Вот уже много лет. Поэтому их ситуация кажется совсем безвыходной. Рукият Абдурахманова пришла на завод сразу после школы. С тех пор работает на производстве. Женщина говорит, что проблемы с задержками заработной платы на радиозаводе были всегда. Но так долго зарплату еще никогда не давали. К примеру, ей предприятие должно выплатить почти 80 тысяч рублей. Накопившиеся долги, многочисленные кредиты, которые люди взяли, чтобы обеспечить свою семью, вынудили работников пойти на крайние меры. Мы начали бастовать, требуя свои деньги. Нам тоже кушать надо. Я, например, не выйду, пока не получу зарплату. Вот так же все. Коллектив все решили единогласно не выходить на работу, пока нам не выплатят всю зарплату. Жалобами на задержку зарплаты люди обратились в республиканскую прокуратуру. В итоге в мировой суд направлено 47 заявлений о взыскании невыплаченной зарплаты на общую сумму 3 миллиона рублей. И это только деньги тех сотрудников, кто решился заявить о проблеме. В ходе прокурорских проверок по состоянию на сентябрь 2016 года выявлена скрытая задолженность по заработной плате в республике Дагестан на сумму свыше 34 миллионов рублей. Таким образом, общая задолженность по республике за 9 месяцев составляет 62 миллиона рублей. Эта цифра постоянно меняется, поскольку одни предприятия принимают меры по погашению задолженности, в то же время возможно образование новой задолженности в иных предприятиях. Администрация завода обещала выплатить долги в ближайшие две недели, но срок прошел, а денег до сих пор нет. При этом работники настроены весьма решительно. Выходить на производство они не собираются до тех пор, пока с ними полностью не рассчитаются. А пока работа на заводе приостановлена. Северина Шамхалова, Гусейн Кулиев. Время новостей.